Ездить на машинах, покупать кредит, пополнять госбюджет. Вот так жители Иннокентьевского планируют своё недалёкое будущее. 30 декабря к ним перестанет ходить привычный 76-й маршрут. Взамен городские власти пустят через их район 81-й автобус, но поедет он только до ЖД вокзала. Люди жалуются, чтобы добраться, например, до Академгородка, им придётся ехать с пересадкой или тратиться на такси. Пока такое решение не очень совпадает с заявлениями мэрии о комфортном общественном транспорте. Похожая ситуация на мясокомбинате. Из молодого и быстрорастущего микрорайона в город ходит всего один маршрут – 52-й. И местным жителям с ним не всегда по пути. Куда едете, если не спрят? На Калинино с пересадкой. Вот надо как раз сделать, чтобы прямой через Калинино проходил и сюда, потому что очень много там и студентов, которые, допустим, едут. Было бы очень удобно. Городские власти не видят в этом проблемы. По их словам, количество автобусов на этом маршруте с лихвой компенсирует остальные недостатки. В департаменте транспорта заверяют – все маршруты тщательно продумывают. Изменения принимаются, изучаются пассажиропоток. Пассажиропоток изучается на основании данных, даже в данный момент, допустим, у нас транспортные и социальные карты сегодня пользуются 40% пассажиров. И уже можно отследить транзакции, то есть из пункта А в пункт Б передвигаются пассажиры. Вместе с тем, свои заявки в департамент можно оставлять по телефону 256-8404. Во всей этой ситуации радостные новости есть, по-видимому, только для жителей центра. По проспекту Мира движение общественного транспорта запустят уже в это воскресенье. В направлении коммунального моста поедут маршруты 3-й, 12-й, 68-й, 76-й, 84-й и 85-й. А в обратную сторону сразу 11 маршрутов, среди которых популярные у горожан 1-й, 55-й и 68-й. Ознакомиться с полным списком общественного транспорта можно по телефону 256-84-00. Илья Филонов, Михаил Зинкевич, Новости ТВК.